Всем привет! По идее сегодня должен был выйти топ на 50 игр, но думаю вы и сами понимаете, что что-то пошло не так, раз выходит это видео, и вы можете его поддержать лайком, и новый топ на 50 игр выйдет незамедлительно. Приятного просмотра! 10 место The Simpsons Hit & Run Начинаем по традиции с классики, на которой выросло не одно поколение. Правда, это относится скорее к мульту, нежели к игре, но и она смогла оставить свой след в истории и в сердцах игравших, выйдя в 2003 году на всевозможные в то время платформы, как ПК, Xbox, Nintendo GameCube и самую популярную консоль за все времена, вторую PlayStation. Кстати говоря, и вспомнил я о Симпсонах благодаря недавно отгремевшей презентации, где показали новую, пятую плойку. Сама игра хоть и не является клоном GTA, но явно позаимствовала оттуда свободу действий, возможность воровать машины и много чего еще. Правда, тут мы никого не выбрасываем на улицу, а лишь двигаем на пассажирское сидение, а также не убиваем, а просто пинаем. И все эти механики умело приплетаются с историей главных героев сериала, ведь за каждого из семейства дадут возможность поуправлять. К тому же сценарий к игре писали сценаристы мульта, а озвучивали персонажей голосами, которые звучат и в оригинале. Так что фанатам явно рекомендую найдете тонны отсылок, добротного юмора и просто веселого сюжета с космическим сериалом, в главных ролях которого жители Спрингфилда. Девятое место Neverwinter Nights. Давно меня просили вспомнить об этой игре, и хоть она весьма сильно устарела, но все равно еще шедевр среди фэнтезийных РПГ. С большим, наполненным интерактивом миром, разными врагами, классами персонажей с вариативной прокачкой, интересной историей, которая конечно же раскрывается только под конец, но за постоянным гриндом ты этого не замечаешь. Это сейчас повторение одних и тех же действий порицается игроками, ведь разработчики пихают это во всевозможные игры, дабы после продать что-то наподобие экономилки времени. А раньше это было настоящим вызовом. Да и разработчики не пихали вездесущий гринд, дабы искусственно увеличить игру и заработать еще и на этом. По итогу, хоть визуально игра и устарела, она продолжает жить за счет невероятного количества контента и нестареющих механик. Восьмое место Oceanhorn. Об этой игре я узнал благодаря подбору игр в топ для смартфонов, которые кстати выходят по вторникам, если вы не знали. Так что если интересно, можете нажать на колокольчик, дабы ничего не пропустить, ибо он зачастую работает на основе предпочтений, рекомендуя только те видео, которые по мнению алгоритма вам будут интересны. Так вот, это RPG с видом сверху и рисованной 3D графикой с трогательной историей и интересным миром, который нам и предстоит исследовать. По своей сути игра напоминает ролевку нулевых, со своей атмосферой, которая олдфага может быть знакома с детства, управлением, которое отшлифовано годами и прочее. Но в большей степени игра похожа на The Legend of Zelda, который является эксклюзивом Нинтендо, и никогда не посещала игроков на ПК, ну если не считать эмуляторов. Так что Oceanhorn даже неплохая такая ей замена. В мире игры есть интересные головоломки, враги, тайны, да и сам он представляет собой набор островов, между которыми можно перемещаться на лодке. 7 место Ghost Recon Future Soldier По сути, некогда данная серия была чуть ли не симулятором, но с этой частью шагнула в угоду о казуаливанию, голливудскому экшену и подобному. Благо не скатывается в типичного подражателя Call of Duty, которая в те годы переживала пики популярности. Здесь вид от третьего лица, как и в пресловутой Splinter Cell, которая также относится к серии Tom Clancy's, а также имеет стратегические и стелсовые элементы, где последние весьма условные и используются лишь в некоторых миссиях. В основном просто отдаём приказы команде, дабы вместе бесшумно снять врагов, заранее конечно же отметив их или дроном, или через другие приспособления, как например рентгеновским видением или вовсе невидимостью, которые стоят доступны по мере прохождения игры и которые разворачивают свои события в недалёком будущем, на что намекают названия и футуристические примочки. Где мы в составе той же группы призраков охотимся за террористами, но в ходе сюжета ввязываемся в историю с чуть ли не предотвращением Третьей Мировой, мотаясь по всему миру, проходя миссии как в соло, так и в кооперативе. Шестое место. Dark. Ну и коль мы тут вспомнили о стелсовых играх, почему бы не вписать представителя именно этого жанра? На самом деле игра на любителя. У неё есть достаточно много минусов и примерно столько же положительных сторон, так что если знать к чему готовиться, то получить удовольствие вполне себе реально. Во-первых, баги и неудобное управление, к которому можно привыкнуть, но перед этим несколько раз полыхнув одним местом. Во-вторых, кривые анимации, тупые неписи и фиолетовый фильтр, от которого тянет блевать. Но в остальном, к удивлению, всё норм. Сюжет строится вокруг недавно превращённого вампира парня, которому нужно испить крови своего нового хозяина, дабы не превратиться в монстра. Механики, хоть и не безогрех, но весьма хардкорные, что в отличии от предыдущей игры, действительно заставляет действовать скрытно. И если нас заметят, то не сдобровать. В основном из-за, повторюсь, неудобного управления. Но сути это особо не меняет. Нужно продумывать свой маршрут и вести себя весьма тихо. А если кто-то и заметит, то применить к нему новоприобретённые умения. Пятое место. Assassin's Creed Black Flag Freedom Cry. Уже по некой традиции топов снова DLC, но на этот раз которая вышла как отдельная игра. Но по факту таковой не является. Хотя, видимо, Юбисофт это особо не волнует. И на волне популярной части про пиратов, они решили выпустить DLC под видом отдельной игры с историей помощника Эдварда Адевали. Которые позволяют понять, что с ним и галкой стало после окончания основной игры. А также служат неким историческим мостиком между третьей частью, изгоем и чёрным флагом. Хотя и без неё всё и так было понятно. И знаете, если скачать бесплатно, например, с торрентов, то вроде даже как всё окей. Есть немного нововведений, как сама история, парочка персонажей, особенности ведения боя Адевали с Мачете и Гринд во спасение рабов. Но в то же время проходится всё это весьма быстро, в среднем за 3-4 часа. И если вы перед этим проходили простой Black Flag, то большинство механик вам будут знакомы. А за счёт Гринда ещё быстрее смогут надоесть. Некоторые скажут, мол, ну а чего тут такого, ведь это DLC. Причём замечу официальное, которое даже рядом не стояло с фанатскими дополнениями, правда к другим играм. И о которых я упоминал в прошлых топах. Но фанатам Ассасинки для целостности истории сыграть стоит. Четвёртое место. Cube World Давно я не вспоминал об этой игре. Собственно, с тех времён, когда закрыли дорелизную версию, в которой мы с одноклассниками рубали после школы. И это невероятно ностальгически. Поэтому, когда я увидела, что игру возродили в стиме, сразу решил о ней рассказать. Правда, релизные требования к ПК слегка выше того, что было раньше. И если же у вас ПК потянет, то супер. А если же нет, то на торрентах есть старые альфа-версии с меньшими требованиями, и которые не менее прекрасны. А фанаты альфы даже говорят, что она лучше, и играют там. Ведь, как оказалось, разработчик вырезал многое, за что любили первоисточник. Например, генерацию мира. И взамен добавил регион лог. Но учитывая, что большинство скачает эту игру с торрентов, то это и небольшая проблема. А все ссылки на скачивание для удобства я оставлю в закреплённом комментарии под видео. По сути, это воксельная песочница-терроролёвка в открытом мире. Сочетающая в себе прокачку, зачистку данжей, постройку дома, множество разнообразной красоты локаций, сбор предметов, квесты и много чего ещё из этого жанра. Но в уникальной стилистике, что и привлекает внимание. Третье место. Флава. Знаете, часто меня обвиняют в безидейности, повторении так уже известных или просто старых игр, хотя я стараюсь не повторяться и даже веду список использованных, и вероятно поэтому в топах одно старьё, ведь новые игры находить для слабых пока не такая уж лёгкая задача. И такие обвинения немного, но обидны. Ведь если для вас нет ничего нового в этом видео, то будет в следующем или уже было в предыдущем, постоянно находить что-то новое не получается. Но на эту игру я наткнулся абсолютно случайно, и уверен, немногие о ней-то и слышали или видели у кого-то видео, ибо это некогда эксклюзив третий PlayStation, который теперь репортировали и на ПК. По сути игра и не игра вовсе, но по крайней мере в обычном представлении. Тут нет выдающегося сюжета, персонажей, геймплея и прочего. Всё что нужно делать, так это управлять ветром, летая и собирая лепестки цветов, но при этом в невероятно красивом мире, завораживающей атмосферой и медитативной музыкой, получая по сути новый экспириенс от игр. И подойдёт она больше для того, чтобы спокойно и ненапряжно провести парочку часов. Второе место, Survivalist, Invisible Stain и Survivalist 2015 года. По сути, по аналогии с предыдущим местом, я решил взять немного неизвестную игру, ведь это новинка, и наглядно показать, как бывает сложно отыскать что-то новое под старые ПК. Так, первая игра не совсем чтобы для слабых ПК, ведь ей нужен 4-х ядерный проц. Но во-первых, у кого-то да она и пойдёт, а во-вторых, у игры есть старшая версия 2015 года, которую, конечно, к новинкам не отнесёшь, но и которая к ПК гораздо менее требовательна. Представляют они выживастик в открытом мире зомбями, которых чёт в последнее время даже поубавилось среди игровой индустрии, и которые теперь не так надоедают. В старшей версии за долгие 5 лет и сюжет какой-никакой добавили, и русификацию завезли, и баги убрали, хоть и не все. А также всё это с видом сверху, что даже немного напоминает культовый второй Fallout, что делает выживание весьма приятным. Новая же часть на данный момент имеет только режим песочницы и без русского языка, но зато с немалым таким хардкором, онлайном, где можно грабить даже караваны, переманивать выживших к себе, начинать войну поселений и прочее. И первое место. Эстория About My Uncle. В начале видео я затизерил следующий топ на 50 игр, где будет игра The Free Ones, которая мне и напомнила Эстория About My Uncle, которая чуть более щадящая к слабым ПК, но выполнена в таком же жанре трёхмерного платформера с трогательной историей, приятной графикой и невероятным ощущением полёта во время движения. Вся суть сводится в перемещение между платформами, дабы добраться из точки А в точку Б, попутно находя апгрейды или просто останавливаясь насладиться открывающимися глазам красотами. Притом игра не сказать, что будет сложная, как минимум поначалу, и чем дальше, тем сложность возрастает по нарастающей, но всё ещё не превращается в хардкорный платформер. Ведь главная задача — это наслаждение, и если не ощущением свободного полёта или красотами графики, то наслаждением хорошей музыкой и трогательной историей, где мальчик ищет своего дядю, попутно попадая в странный и невообразимый мир. Игра невероятно атмосферная и уверен, сможет увлечь и порадовать каждого. Просто играть нужно с подходящим настроением, не ожидая от игры какого-то экшена. Ну а на этом всё. Спасибо за то, что досмотрели до конца. Если нашли себе во что поиграть, то ставьте лайк, пишите какая игра понравилась, или если хотите, можете предложить свою игру для следующего топа. А также подписывайтесь на этот канал, дабы ничего не пропустить, и на мой второй канал с предсказами сюжета игр. Ссылка будет в описании. Ну и не исключайте, до скорых встреч в новых или старых видео. Пока.